добрый день дорогие друзья этот год порадует нас сразу несколькими новинками в компании honda начнем пожалуй самый интересный с флагманского goldwing тур но для начала давайте вернемся на пару лет назад в 2018 году компания honda взяла абсолютно новое направление в развитии семейства goldwing сделав мотоцикл более легким изящным и проворным новый goldwing получил оптимизированный двигатель который стал к тому же мощнее и отзывчивее все эти изменения были сделаны для того чтобы более молодое поколение обратило внимание на мотоциклы семейства goldwing 2020 году значительно улучшилась подвеска улучшилась маневренность мотоцикла на низких скоростях и появились противотуманные фары в стандартном оснащении и вот в 2021 году мотоцикл стал еще более совершенным его прокачали в плане аудиокомпонентов улучшили комфорт пассажира увеличили багажный объем для пилота и пассажира теперь доступна улучшенная отделка сидений из замши и искусственной кожи угол спинки пассажирского сидения изменился с 16 до 23 градусов модель 2021 года получила дополнительный 11 литров объема центрального кофра теперь в него легко помещаются два любых полноразмерных шлем а суммарный объем всех трех кофров составляет внушительный 121 литр мотоцикл поддерживает функционал apple carplay android auto и связь по bluetooth это означает что вам доступны все функции вашего телефона от звонков и проигрывания музыки до подключения навигации а новые динамики дают превосходное звучание оборудование музыки до конца и в 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 С этого года в мотоцикле предусмотрено два разъема USB Type-C. Первый находится в центральном кофре, а второй разъем в левом боковой кофре. Но для подключения Android Auto и Apple CarPlay подойдет только разъем из центрального кофра. Продолжение следует... Продолжение следует...